Истинная Евангелие В центре нашего внимания важность Божьего Слова для нашей духовной жизни. И точно так же, как растения не бывают без роста и без семени, так же, как и человек рождается от семени, его не приносит аист, так же и семя Слова Божьего должно быть посеяно в наше сердце. Вот так и происходит изменение без усилий. Рост происходит без усилий. Но для большинства людей изменение – это что-то совершенно драматическое, тяжелое, потому что они идут не Божьим способом. Они молятся, упрашивают Бога, вкладывают в это столько страсти. И думаю, что все это сработает. Но именно Слово Божье производит рост и изменения в вашей жизни. Я хочу предложить вам некоторые материалы на эту тему. Пожалуйста, обратите на них особое внимание. Одно дело, когда вы слушаете меня на эту тему, совсем другое, когда вы сами погружаетесь в изучение Божьего Слова. Я благодарю Бога за то, что Он призвал меня учить Его Слову и служить людям. Я получаю тысячи свидетельств о том, как меняются жизни людей, и это здорово. Но на самом деле я проповедую для того, чтобы, можно так сказать, остаться без работы. Если вы обратитесь к Божьему Слову и откроете свое сердце, чтобы Святой Дух обращался к вам, то вы сможете получить от Бога все те откровения, которые предлагаю вам, потому что я их получил сам из Божьего Слова. Поэтому я всех вас призываю, изучайте Божье Слово, изучайте его для себя. Поэтому мы предлагаем вам план чтения Библии. В нашем колледже студенты первого курса должны пользоваться этим планом, чтобы прочесть Библию за один год в течение первого курса. Я думаю, нехорошо, если человек поступит в библейскую школу, а сам даже не читал всю Библию целиком. Итак, это план чтения Библии. Вы читаете по 3-4 главы в день и прочитываете всю Библию целиком за один год. Мы предлагаем вам его бесплатно. Также я предлагаю вам мои живые комментарии к Библии. Это настоящее сокровище нашего служения. Это программа, которая содержит мои комментарии к более чем 18 тысячам стихов Библии. Это библейские комментарии, которые вы можете загрузить на мобильный телефон, на iPad, на компьютер. Эта программа имеет все мои комментарии. Плюс они называются живыми, потому что постоянно обновляются. В среднем я пишу комментарии к более чем 200 стихам в месяц. Так что это мощный инструмент, который вы можете использовать для того, чтобы погружаться в Божье Слово. Все это именно для этого и сделано. На предыдущих программах я говорил о том, что Иоанн Креститель в Матфея 11 главе и Луки 7 главе начал сомневаться в том, Христос ли Иисус. И все это после того, как сам смело поразглашал, что Иисус есть Христос, агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И когда ему противостали фарисеи и хотели разжечь в нем ненависть и зависть к Иисусу, Иоанн Креститель заявил, что ему должно умоляться Иисусу врасти, и что он сам не достоин развязать ремни обуви его. В свое время он был уверен, что Иисус был Христос, но после нескольких месяцев и даже года в темнице он начал сомневаться и даже послал к Иисусу людей узнать, Христос ли он. Иисус же, вместо того, чтобы передать Иоанну какие-то утешительные или хвалебные слова, он сказал такие слова после того, как ученики Иоанна ушли. Но пока они были там, он им всего-навсего сказал, идите, передайте, что видели и слышали, слепые видят глухие, слышат хромые, ходят прокаженные, очищаются, мертвые воскресают, и блажен будет Иоанн, если не соблазнится обо мне. И после ухода учеников Иоанна, Иисус начал говорить, что Иоанн тот человек, о котором пророчествовали в Малахии 3 главе, что он величайший из рожденных на планете. Иисус сказал все эти хвалебные слова, которые бы, конечно, подняли самооценку Иоанна и, возможно, помогли ему как-то воодушевиться, но он все это сказал после того, как ушли ученики. И мне было непонятно, пока как-то раз я не обратил внимания на Исайю, глава 35, где о Мессии говорилось, что глаза слепых откроются, языки немых будут петь, хромые будут ходить, и все это произойдет через Мессию. Иисус буквально исполнил 35 главу книги Исаии. Он сотворил дела, описанные в Исаии 35, в течение одного часа, а потом отправил слово Иоанну. Он обратил внимание Иоанна на слово Божье и сделал это не потому, что не любил или не уважал Иоанна. Он любил и уважал его больше, чем кого-либо. Он обратил его к Слову Божьему, потому что это лучший путь, каким Бог говорит с нами, и лучший способ, как Он ободряет нас и помогает нам убрать сомнения. До того, как я впервые это понял, я искал слышимого голоса, я искал сверхъестественных проявлений от Бога. Я хотел видеть ангелов. Я слышал рассказы о том, как у людей во время молитв огонь перебегал с ладони на ладонь. Я страстно этого добивался и стремился к этому. И тогда Бог через это место Писания об Иоанне Крестителе показал мне, что лучшее, что Он приготовил для нас, это просто верить Его Слову. Вот другие места Писания, говорящие об этом. Матфея 8, 5. В этом стихе говорится, «Когда же вошел Иисус в Капернаам, к нему подошел сотник и спросил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идиот, и другому иди, и приходит. И слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Перед тем, как я перейду к словам сотника, только дважды в Писании сказано, что Иисус удивился один раз в этом месте, когда он увидел великую веру этого человека, и другой раз он удивился неверию учеников. Он удивился неверию. Здесь он удивился тому, что человек, не будучи даже иудеем, не принадлежащий к заветному народу Божию, сегодня мы бы сказали невоцерковленный, тем не менее Иисус удивился тому, что такой человек мог крепко стоять в вере. В другом случае, он удивился тому, насколько его ученики были полны неверия. Об этом стоит сказать, и обратить на это внимание, Иисус был настолько впечатлен верой сотника, что, как написано, «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и искрежет зубов». Иными словами, Иисус сказал, «Этот человек даже не иудей, он не из тех, кому был дан завет и обетование, но он верит Богу лучше, чем кто-либо, кто встречался Иисусу до тех пор. Он верит лучше тех, кто состоял в завете и кому открыто Слово Божье». Давайте посмотрим, что же делало веру этого человека такой сильной. В седьмом стихе Иисус говорит, «Я приду и исцелю его». Затем в стихе восьмом сотник говорит ему, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И далее он объясняет, как он понимает власть и силу Слова. Он сказал, что он сам человек подвластный. «У меня в подчинении войны, и если я им приказываю, сделай, они идут и делают. Если велю прийти, они приходят». Он сказал, что понимает силу Слова. «Если скажешь Слово, мой слуга исцелится». Думаю, что именно это и сделало его веру такой сильной. Иисус удивился человеку, который понимал силу Слова. «Исцеляющую силу Слова». Иисусу не пришлось идти в дом сотника, исцелять его слугу. Он лишь сказал Слово, помолился. Дело сделано, потому что он верил. И слуга сотника исцелился в тот же час. Об этом далее говорится в стихе тринадцатом. «И сказал Иисус сотнику, иди, как ты веровал, да будет тебе». «И выздоровел слуга его в тот час». Это была вера, которая доверилась Слову Божьему. Слова Божьего было достаточно. Иисус сказал, «Это величайшая вера, которую я видел». Я хочу сопоставить веру сотника и веру Фомы. Посмотрим на недостаток веры Фомы. О нем рассказано в двадцатой главе Евангелия Иоанна. Это произошло после воскрешения Иисуса. День воскрешения Иисус появился перед учениками в комнате с закрытыми дверями и окнами. Иисус просто возник в воскресшем теле и явил Себя ученикам. Но Фомы среди них не было. В Иоанна 20, 24 сказано, «Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Он сказал, «Не поверю». Понимаете вы это или нет, но не веря, это результат нашего выбора. Вы можете решить верить Богу, уповать на Него, верить сказанному в Его слове, или решить не верить, не поверю, пока сам не увижу физического проявления. Все это результат вашего выбора. Есть люди, которые любят говорить, «Надо же быть реалистами». Они уже делают свой выбор. Но ведь не все понимают, как действует самолет. Не знаю всех деталей, мы не в состоянии сами построить самолет, но при этом мы же летаем на нем. Мы не знаем всего, что есть в автомобилях, но ездим. Мы не понимаем устройства телевизора, того, как сигналы передаются в пространстве, но мы же смотрим телевизионные программы. Мы пользуемся телефонами. Примеров достаточно. Мы используем вещи, доверяем им, не понимая в них всего. И делаем это постоянно. Некоторые же этих же самых людей заявляют, «Я отказываюсь верить». Так вот, это ваш выбор, верить или не верить. Вы сами выбираете ожесточить свое сердце в отношении к Богу или нет. Фома сказал, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки моей в ребра, его не поверю». Это был его выбор. И многих из нас так и воспитали. Это как бы мудрость, так и надо делать, так мы считаем. Но я говорю вам, что есть вещи, которые надо просто принять верой. И мы в любом случае так делаем постоянно в других сферах жизни. Но многие люди просто отказываются верить Слову Божьему. Я не верю, что речь идет о слепой вере, вере без подтверждения. Бог мне себя подтверждает. И подтверждал множество раз. Я видел действия сверхъестественной силы Божьей многократно. Я видел воскрешение людей, включая собственного Сына. Бог проговаривал мне сверхъестественно. Он подтверждал мне истины, которые никто не мог знать своим естественным умом. И потом оказывалось, что это правда. Мы только что построили первое из двух зданий для нашего Библиотского колледжа. Так вот, этот проект стоимостью 32 миллиона долларов. И мы осуществили его без долгов. Во времена, когда люди говорят, что сейчас Великая Депрессия. Я видел, как действует Слово. Поэтому речь не идет о полностью слепой вере. Да, это вера. Если бы мое отношение было, как у Фомы, пока мне не покажут все в пробирке, и не хочу верить на Слово, не поверю, это и не вера. Если вера не участвует, то остается опыт и доказательства. Библия говорит в Послании в Риме 11.6 «Без веры угодить Богу невозможно». Бог есть Бог веры. Он установил определенный порядок. Он дает вам подтверждение. Он обращается в ваше сердце. Он будет давать подтверждение, доказательства. Но в конечном итоге вера потребуется. Если вы ищете Бога, не прилагая веры, вы идете мимо Него. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Кто-то скажет, «Не нравится мне все это?» Ну что ж, ваша проблема, потому что так Бог все устроил. Он есть Бог веры. Фома сказал, «Не поверю». В 26 стихе сказано, «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам». Потом говорит Фоме, «Интересно, что Иисуса в тот момент не было, когда Фома заявлял о своем неверии. Но когда Иисус явился восемь дней спустя, он сразу подошел к Фоме. Он знал, что происходило, потому что Иисус – Бог, который явился воплоти. Поэтому он знал все, что происходило. Это удивительное подтверждение для Фомы. Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Не надо всегда сомневаться. Не надо быть человеком, которому нужно все доказывать, чтобы убрать сомнения. Вам нужно использовать какую-то веру и доверять Богу. Когда это произошло, посмотрите 28 стих, Фома сказал ему в ответ, «Господь мой, Бог мой». Нигде не сказано, чтобы он на самом деле вложил персты в раны. Но он видел Иисуса. Иисус знал точно, что говорил Фома, и Фома поверил. И он упал на колени и сказал, «Господь мой, Бог мой». Вот что сказал ему Иисус в 29 стихе. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Господь сказал Фоме таким образом, «Ты видел, и поэтому поверил, но блаженны те, кто не видел, но поверил». Это очень важно. Господь на этом месте Писания показал мне, что есть большое благословение для тех, кто верит в Слову, кто поверил написанному и не требует доказательства каким-либо физическим ощутимым способом каких-либо подтверждений. Есть большее благословение на тех, кто опирается на одно Божье Слово. Это благословение больше, чем на тех, кому нужны естественные физические доказательства вдобавок к Слову. Когда я это увидел? Это полностью изменило направление моей жизни. Когда я рассказывал во вчерашней программе, что когда я вышел из Баптистской церкви, где учили, что чудес не бывает, сверхъестественное прошло вместе с последним апостолом. Когда я вышел из этой церкви и получил крещение Святым Духом, я начал переживать и видеть сверхъестественное. Я стал искать этого. Я хотел видений, голосов, пророчеств. Я хотел, чтобы Бог посылал ко мне людей с пророчествами, чтобы говорили какие-то вещи, которые можно знать только Духом Божьим. Я двигался в этом направлении. Но когда я увидел это место Писания, я сказал, Бог, дай мне лучшее от Тебя. Я хочу лучшего от Тебя. Если лучше, это стоять на слове верить, как сказано Матфея 8 главе про сотника. Он сказал, пошли слова и слуга выздоровеет. Иисус сказал, это самая большая вера, которую я видел. Я помолился и сказал, Отец, я хочу ходить в этой самой сильной вере. Я никогда не отвергал, не умолял, не критиковал пророчеств и других сверхъестественных проявлений, но я перестал всего этого искать. Я решил стать тем, кто принимает Божье Слово, как оно есть и верит в Него. Вы знаете, до этого момента я получал пророчества. Мне пророчествовали, но после того, как я принял это решение, я бывал буквально на сотнях служений после этого дня, где кто-нибудь служил в дарах Святого Духа, они вызывали вперед служителей и пророчествовали им. И при этом каждый раз, практически каждый раз меня обходили стороной. Да, у меня были в жизни сверхъестественные пророчества, два пророчества чудесным образом привели к воскрешению из мертвых моего сына, например. Поэтому Бог давал мне эти пророчества, чтобы я смог преодолеть сомнение и страх. Поэтому я говорю, что у меня были пророчества в жизни, я не против пророчеств, я не умоляю их роль, но при этом я их и не ищу. Если пророчество придет, Бог подтверждает через него то, что он уже сказал мне в моем сердце. Бог дал мне пророчество об этом самом здании, в котором мы сейчас находимся, и про то, которое мы только что начали строить, о том, что нам не придется брать заем, и что мои партнеры, они будут вместо банка для меня, и мы сможем сделать это строительство без долгов. Поэтому у меня есть в жизни пророчества, но по большей части Бог обращается ко мне напрямую через свое слово. И не потому, что он не считает меня достойным, а именно потому, что он считает меня достойным, и он хочет, чтобы я получал лучшее от него. Когда я впервые стал ездить по другим церквям, другим городам, будучи пастором по местной церкви, я стал ездить по штатам со служением, Бог стал ко мне обращаться и говорить, что настало время мне начать выступать на радио и менять кое-что в моем служении. Он много что мне показал. Так вот, однажды я приехал на встречу служителей в Калифорнии, это была особенная конференция, и я верил, что Бог даст мне там слово. И на конференции присутствовало около 10 тысяч человек. Так вот, мое место было где-то там на галерке, очень далеко, но я сказал, Бог, ты можешь все, я прошу, чтобы ты через этого выступающего на сцене проговорил ко мне. И когда я молился, этот человек стал пророчествовать, и он показал пальцем прямо на меня. И он стал говорить, настало время тебе оставить то, что ты делал раньше. Идут перемены, ты начнешь много ездить, ты будешь выступать на телевидении, ты будешь выступать на радио. И он продолжал пророчествовать, и я думал, ух ты, здорово, это происходит, Бог обращается ко мне. Было такое ощущение, что он показывал пальцем прямо на меня. В конце пророчества он сказал, Эд, ты все понял? И он показал пальцем на человека, который стал между мной и этим выступающим. Оказывается, что это пророчество было обращено к какому-то другому человеку. Когда я все это увидел, я сказал, Боже, я-то думал, это для меня, ведь мне именно нужно было это услышать. И Бог проговорил ко мне и сказал, а что, ты услышал для себя что-то новое? Я сказал, нет, сэр, ты уже мне показал все это. И он говорит, так почему бы тебе просто не взять мое слово и то, что я говорю тебе прямо в сердце? Уповай на это. Зачем тебе обязательно, чтобы два кота прошли слева направо, а собака справа налево, чтобы ты не сомневался? Эти слова обличили меня, и я изменил направление всего служения после этого. И теперь я занят этими изменениями уже последние 20 или 30 лет. Все это было от Бога, и Бог благословил эти изменения. Все это я хочу сказать вот зачем. Лучший способ, как Бог обращается к нам, это не единственный способ, но лучше, как Бог обращается к нам через Слово Божье. Подобно тому, как Иисус встретил этого сотника, и сотник сказал, не надо приходить ко мне домой, возлагать рук, мне не надо ничего видеть и слышать, просто пошли свое слово, и слуга выздоровеет. Иисус был удивлен, и ученикам Своим Он сказал, вы видели и уверовали, а большее благословение на те, кто уверовал только потому, что Слово Божье так говорит. Может, кто-то из вас молится, чтобы Бог послал ангела, чтобы коснулся вас как-то ощутимым образом, и самая причина того, что ничего не происходит в том, что Бог вас так сильно любит, что старается научить вас лучшему пути, как слушать от Него, как принимать от Него. Он хочет научить вас тому, как получить большее благословение. Я уверен, что Бог побудил вас слушать эту программу сегодня. Бог сейчас обращается к вам, и вы в своем сердце это знайте. Бог уже проговорил к вам через свое Слово, через Дух Святой, который животворит Слово. Возможно, вы смущены, возможно, вы в страхе, вы колеблетесь в том, чтобы сделать первый шаг. И Бог обращается к вам через меня сегодня, чтобы обратить вас к Божьему Слову и сказать вам, есть больше благословения для вас, если вы просто доверитесь тому, что Бог говорит в вашем сердце. В этом мощная сила. Я верю, что Бог говорит сегодня многим, стараясь обратить к Божьему Слову. Я хочу обратить ваше внимание на материалы, этот бесплатный план чтения Библии, который мы предлагаем вам, и по нему вы можете прочесть всю Библию от корки до корки за один год. Также я предлагаю вам живые комментарии, где содержатся мои комментарии к более чем 18 тысячам стихов в Библии. Это отличный инструмент для изучения истины. Я также предлагаю вам учения и изменения без усилий в книге, CD и DVD формате. Эти материалы помогут вам принять от Бога откровения, которые изменят вашу жизнь к лучшему.